Греческая церковь ведет отсчет времени по старому стилю, юлианскому календарю. Поэтому начало года, новолетие, приходится на 14 января. В этот же день отмечаются два больших праздника. Обрезание Господней и память святителя Василия Великого, одного из отцов церкви, жившего в IV веке. Особенно торжественно праздник встретили на Святой Земле. Праздник начинается накануне вечера с торжественного приема в тронном зале Иерусалимской Патриархии. Блаженнейший патриарх Святого Града Иерусалима, Феофил III, зачитывает новогоднее приветствие и в присутствии многочисленных паломников и гостей разрезает и раздает сначала клирикам Патриархии, а потом и лично каждому кусок пирога Святого Василия. Это древние обычаи в Иерусалимской церкви. При выпечке в тесто добавляют одну монетку, которая потом кому-нибудь достанется. С пирогом первого, с всего-то ты первый раз, да. Нам так был подарок свыше, да. Получить из рук Патриарха кусок пирога. Благословение на весь год. В ночь с 13 на 14 января Божественную Литургию Василия Великого на Гробе Господнем совершил Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви вместе с Собором Иерархов и Духовенством. На Литургии читается несколько стихов из Евангелия от Луки, где говорится, что на восьмой день от рождения по ветхозаветной традиции младенца обрезали и дали ему имя Иисус, нареченный ангелом, прежде зачать его в очреве. Для христиан таинство крещения стало новым заветом человека с Богом. Для Бога важно не телесное обрезание, а духовное. И обрежет Господь Бог твое сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. По окончании Божественной Литургии внутри храма Гроба Господня состоялся крестный ход. Впереди несли ковчежицы с мощами Василия Великого. За таким благословенным началом наверняка последует добрый и хороший год.